Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 686. События дня. Экклесиаста 726. Горьше смерти женщины, потому что она сеть. За 29 октября 2017 года. Дмитрий Лемеш. Горяще приветствую вас, Игнатий Тихонович. Позавчера в пятницу был на Берсеневке, но отца Кирилла не было. Сказали, что он уехал в Тверскую область и будет на следующей неделе. Зато я вот что узнал. Оказывается, что в храм, куда я хожу, преображение Господня Москва, крестят согласно церковным канонам и апостольским правилам. Для взрослых людей у них там отдельная большая купель и специальная комната под самим храмом. Я как узнал, прям ангелы в душе запели. Я уверен, что до многих именно вы достучались своими проповедями. Но не я говорю это. Это люди понимают. А иногда священники говорят. Архиереи прям ссылаются. Я уже чуть не полвека стучу им. Постараюсь в следующие выходные с вами выйти на связь. У меня ряд вопросов небольших появилось. Очень буду рад, если снова получится с вами побеседовать. Берегите себя и храни вас Господь. Рустам Гусейнов. Хороший стих. А мне священник сказал, что я максималист. У меня было всегда то, что я впадал в крайность. Из крайности в крайность. Всегда действовал с верой по максимуму. Говорит, что нужно жить, как и все. Только быть православным. Ты рубишь, а надо легонько резать, по чуть-чуть. Игнать Тихонович, не могу я по чуть-чуть. Буду рубить. Только в православном направлении. Часто хожу в храм, молюсь. Вечернее утреннее правило. Считаю Библию. Слушаю Иоанна Златоустом. Ваши видеоролики смотрю. Я этим живу. И по-другому не получится. Слава Христу. Галина Влескина, в Кузнец. Мир вам, Игнатий Тихонович. Усердно дважды посмотрела ваш ролик от 15 октября 2017 года. Но полнота ответа для меня не прозвучала. И ваши пояснения обрываются на мнение современных пастырей о пользе и либо вреде изучения Ветхого Завета. Только начали объяснения и перешли на ознакомление с вашим сайтом. Осталось во мне чувство вашей недосказанности. Возможно, только у меня. Стареем, господа. Люблю Библию всю. В ней много. Отец говорит нам о нашем дорогом Христе Спасителе. И с Богом. Аминь. Отвечаю. Потому и говорю о нашем сайте. Потому что ответ уже там дан. Самый полный. Отсылаю к этому сокровищу. То есть она... Священники говорят. Ветхий Завет не считай. Он не нужен. Он кончился. Все. Конец закона Христос. И на нашем форуме. Синодальный перевод. Наилучший и добротнейший. А на церковно-славянском. Вы же так и будете во тьме. Он для историков и для мышей. И вот место, где это есть. Постарайтесь его открыть. Дальше. Сомневающийся. Второй пункт. Что Библия есть Слово Божие. Как им отвечать? Вот оно где. Это все на нашем форуме. Не на чужом берем. Материалы все мои. На разных ресурсах. Библия в русском переводе. Синодальном переводе 1876 года. Лучший подарок. И вот то, что есть. Дальше. Неканонические книги в Святой Библии. Вот это два раза показано. Как будто похоже. 87, а тут 89. Значит, это два раза. Стихи во Свете Библии. Вот. Тоже указано. Библия и Христос. Противоречие в Библии вопрос. Вот как разрешается. Если зарядить библейский поисковик, то в конце показаны эти 11 неканонических книг. Вот они здесь. Смотрите, какие неканонические. Их сектанты, еретики все выбросили. Выбросил. Присвитер вырвал их из Библии. И бросил прямо перед кафедрой. На которой он стоит. А на полу. А Библия большая у него. Никонов. Алексей Дмитриевич. Город Барнаул. Улица Радищева, 67. Где это происходило. А Маша Глушкова подобрала и принесла мне. Чтобы я переплел отдельно. И переплел. Вот так. Неканоническими книгами постоянно пользовались святые отцы в своих поучениях. Такие как святой Иоанн Златоуст. Чтение неканонических книг рекомендовано по местными соборами и святыми отцами. Ладикийский собор правила, 59-е, 60-е, карфагенский, 33-е, апостольское правило, 85-е, Афанасия о праздниках, стихи Григория Богослова, амфилохия. И дальше я даю статистика на Библию в русском переводе по синодальному изданию 1876-го года. До буковки, до одного знака потратил время, конечно, вот. Бытие, 50 глав, 1533 стиха, 28 420 слов, 125 411 букв. И вот все книги здесь, все, все ветхозаветные книги. Вот на каждую надо было высчитать, собрать. Это я делал, вот это вот все делал один. А потом в конце подсчет, подбивку, еще подбивали два человека, и на калькуляторах сидели, все считали, потом перепроверяли, и на сегодняшний день вот такая форма. И Малахия. Неканонические книги, Монастерина, молитва. Вот какая вторая езра, Тавит, Иудив, Премудрец, Соломона, Сиарахова, Премудрец, Послание Иеремия, Варуха, Даниила, 13 14 глава, 1 Маковейска, 2 3 и 3 езра. Новый Завет. Вот. Евангелие от Мафея, 28 глав, 1071 стих, 16 961 слово, 79 138 букв. И вот это вот все. Это Новый Завет, посмотрите. Какая книга, какая, сколько. Видите, как она выглядит-то. Повторяю, нигде в интернете это нет. Это наша работа. Может быть, где-то кто-то делал, можно только сверить, но и проверить. И откровения. Итак, Ветхий Завет из канонических книг содержит 39 книг, 929 глав, 23 272 стиха, 438 906 слов и 2 059 465 букв. В неканонические книги входят также 13-14 главы книги Прока Даниила и молитвы о монастыре. 2-я параллельпоменон, 36-я. Это составляет 172 главы, 5855 стихов, неканонические, 100 787 слов и 500 138 букв. Новый Завет чуть побольше будет, чем неканонические. Содержит 27 книг, 260 глав, 7955 стихов, 129 596 слов, 612 909 букв. Ну, это Библия каноническая. Библия, это Ветхий Завет был, это 66 книг. Библия с Новым Заветом, вот сколько будет. 66 книг, 1189 глав, 31 227 стихов, 568 502 слова и 2 672 374 букв. Вся Библия с неканоническими книгами, 77 книг, 1361 глава, 37 082 стиха, 669 284 слова и 3 172 512 букв. Во всей Библии полное, вот какое количество знаков. Точек 27782, 86464, точка запятой 12268, двоеточие 11 012, вослицательных знаков 2170, вопросительных знаков 3 362, кавычек 2050, скобок 4 308, пробелов 710 040, Знаков черта встречается в Ветхом Завете в канонических книгах 2952 раза, в Новом Завете 488 и звук йота в Ветхом Завете и кратко 20 809 раз, в Новом Завете 5 236. Итого в Библии черта, черточка, 3440 раз, и иота 26 055 раз. И теперь подошли к главному. Матфея 5 18. Ибо истинно говорю вам, доколе не предет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не предет из закона моего, пока не исполнится все. Вот почему. Теперь я могу, если пересчитать второй раз, понять, сколько черты и иоты выбросили. А Господь так оценил. Дороже неба и земли одну черточку. Пересчитал снова весь Коран построчно. Посчитал количество стихов аятов во всех 114-40 главах. И получилось около 6212-6236. То есть там два варианта. Я оба взял. 77 639 слов. В Новом Завете стихов 7 955. Получилось. Вот каков объем Корана в сравнении с Новым Заветом. Новый Завет 612 909 букв. А в Коране 554 202 буквы. В Библии Полы 3 172 512 букв. В Канонической Библии 2 672 374 букв. Коран меньше Библии с неканоническими книгами. 77 книг. По количеству букв в 5,724 доли раза. И меньше Нового Завета в 1,106 раза. Вот такие данные. Звучание Нового Завета в записи. 18 часов 21 минута 19 секунд. В моей начитке. 755 мегабайт. Соответственно в Коране 16 тысяч 16 и 47 часов. 679 мегабайт. Во всей Библии восхитительных знаков 2170. А в Коране 3316. Вопросительных знаков Библии 3 362. А в Коране 874. В Коране слово Аллах встречается 2799 раз. Евангелие 12 раз. Господь 954. Бог 42. Милость 240. Милосердие 238. Книга 115. Слово книга. Христиане 15 раз. А в Библии слово христианин встречается всего 3 раза. Многобожники 43. Сотоварищи 91. Коран 68. В Коране слово Коран. Для сравнения в Коране имя Ибрагим Авраам встречается 70 раз. А Авраам в Новом Завете 71. И в Ветхом 168 раз. Иса. Иисус. В Коране 107 раз. А Иисус в Новом Завете 983 раза. Исхак. 17 Исааков. А в Библии Исаак 135 с неканоническими. Якуб. В Коране 16. А в Библии Яков 433 раза. Муса. 136. А Моисей в Библии 825. Марья. 34. Мария. В Новом Завете тоже 34. Исраиль. 43. Израиль. В Библии 2567. Эти цифры даю не просто для интереса. Дело в том, что автор Корана столько раз мог обратиться к первоисточнику, чтобы точно до Буху передать, переписать в Коран все, что он брал из Библии. Абарам, Исааке, Якове, Израиль, Моисея, Марии, Иисусе, Давиде, Соломоне. Давидуай, Соломон, Ата Сулейман. Посмотрите, сколько раз эти имена встречаются в Библии в совокупности. 5216 раз. То есть автор Корана имел возможность 5216 раз обратиться к первоисточнику, чтобы труд его был неукоризненным, и чтобы потом не обвинять подлинник, что он где неверен. Но они это не делали, а ошиблись 5216 раз. Нужно еще сравнить Нуха с Ноем-то и описание потопа в Коране 45 раз. Слова Божии приятнее всего. А не вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. В Исшей Библии нет ничего и быть не может. Псалом 137.2. Поклоняюсь перед святым храмом Твоим «И славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Вот она, Галина Влеська, спросила о Ветхом Завете, и я все показал. Тут ответ как раз дается. Сколько раз упомянуты в Коране библейские персонажи, указанные выше, минимум столько совершено ошибок по отношению событий, связанных с этими личностями по Святой Библии, 423 раза. Говорю только о том, что перефразируют библейские тексты. Мне, как христианину, совершенно нет дела до повести буддистов, язычников, но в Коране описываются как бы библейские события. Если протопопа Вакум готов был умереть за один АС, то есть букву А за Е или Я, притом не в Библии, то как же должны мы ратовать за сохранение чистоты и неповрежденности Библии? Если мусульмане докажут, что упоминаемые герои веры не наши, а совсем другие, тогда вопрос снят. Но если речь идет в Коране и идет именно о детях Бога Иеговы, то мы при всем желании не можем не только согласиться с написанным в Коране, но должны опровергнуть уже не иудейские, а арабские басни, их мифологию. Ибо истинно говорю вам, доколе не предет небо и земля, ни одна черта или ни одна йота не предет из закона, пока не исполнится все. Притча 30 глава 6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обрещил тебя, и ты не оказался лжецом. Не только нельзя отбрасывать Новый Завет, Ветхий Завет, а даже прибавлять, а Слово Божие вечное. Откровение 21.8. Боязливых и неверных, и скверных, убийств Любодеев и Чародеев и Долослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серы – это смерть вторая. Любят ли мусульмане нашего Иисуса как Бога, как Искупителя, а не выдуманного Иису Пророка? Учат ли так, как учили святые апостолы Христовы? Если считает Коран глубоко верующий христианин и держит в памяти Библию, то у него появляется великая скорбь о стольких душах, введенных в заблуждение, не познавших Христа Бога, не имеющих Библию источником света, светильником на пути, к которому они не обращаются, погибая во тьме. 2 Петра 1.19.21 И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Не просто имеем слово и можем ссылаться-то на него, это так, ну можно сказать-то, но вот именно вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, не к Корану, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот так. Ну еще Матильду показать, мои два ролика, и лидеры провокации, поджогов, гопонной во свете Библии. Фильм Матильда, второй ролик, во свете Святой Библии, заказной, провокационный. Сегодня об этом, можно сказать, везде все это упоминают и пишут. Такие события, воскресный день, что богослужение, после этого, вот мы живем здесь рядом, уходим к себе здесь, завтракаем, а остальные, кто остались на занятиях, завтракают там, в трапезной, все убирают, и сразу занятия будут. А после службы сразу собрания проходят. Какие нужны, все знаем. И некоторые никогда не остаются, то есть им это не надо. А раз не нужны дела общие, но у нас в общине мы делать нечего, они легко уходят патриархийно, или еще куда-то. То есть человек сам себе полная свобода, а свобода нет, тоталитарная, ну, трепется, Бог это неверующее. притом священники говорят. Это неприятно даже слышать от них. И дальше. Вот это сначала показать наш мой мир, вот он, где я в шапке, а где с голубем, там не надо, там это запасной вариант. Вот это вот. И здесь ленточная. Вчера 400 с лишним человек зашло. Каждый день заходят на наш православный форум. 2822 день. И никаких разговоров, ни споров, ни вопросов. Все отвечено. Таких форумов трудно найти, чтобы так. Никаких комментариев, ничего нету. Просто приходят, сидят и занимаются, как в государственной библиотеке. Не зря наш канал и все, отнесли к средствам массовой информации. Ну и канал, вот он, как выглядит, православный видеоканал. Вот здесь все сказано. 8 576 989 просмотров. 8 863 подписчика. Вот, видите как. И что здесь? О канале. Вот я его нажимаю, вот внизу, О канале. И вот, теперь показано здесь, что у нас, сколько, когда. Так. Тут описание. Канал православного проповедника, миссионера, Игнатия Тихоныча Лапкина. Планировал стать террористом, мстить коммунистом, но Бог усмотрел другой путь. В канале представлены видео нескольких направлений. Большая часть видео уделена теме русской деревни, жизнь в селе, и сельским делам, изучение слова Божьего, русская православная церковь, РПЦЗ. Вот она где. И вот здесь так все и есть. Что-то я не увидел, где посмотреть. О канале. Что-то я не вижу тут, когда образован был, что-то не получилось у меня. Сейчас я назад верну. Вот. О канале. Ну я правильно нажал, о канале, а выбрызал еще-то не то. Опять то же самое. А что, Володя, ну-ка подойди, что-то у меня не заладилось тут. А! Подскажи. Ну вот узнать, когда он образован, канал. Ты хотел сейчас, что посмотреть, на канале нажать? Да. Вот я нажал. Вот. А где тут написано? Вот оно. А, вон где. Да кого он, что? Дата регистрации 21 декабря 2012 года. Читал, главное, не по глазам, а рядом. 8 миллионов просмотров. Ну все такое, ну понятно, нашли мы. Ну и дальше, во свете Библии, православный библейский сайт. Очень большой. Очень большой. Сейчас над ним работают модераторы, потому что на каком сервере был этот библейский сайт, там что-то они сервер поменяли, или все в кучу собрали, но сохранили. И там исчезло многое, сейчас вот все восстанавливают, а находить в архивах трудно. Это заново закачивать надо. И самое ценное, считаю, 4124 ответа я даю при занятиях в университете, в милиции, воинские части, три радиопрограммы тогда вел, регулярно, притом, притом онлайн, как говорят сразу, одна часовая программа была, каждое воскресенье. Вот. И сейчас, ну, я закрою, чтобы увидеть. И вот, 10-е здесь есть государство, Г, вопросы по государству. Вот так. Вот один вопрос беру. Вопрос 2263, 9-й том, открытым оком. Средства массовой информации много писали о готовящемся слиянии зарубежной церкви с патриархией. Вы не пытались что-то на эту тему написать в газету? Ответ. Так получилось, что в местной газете появилась статья совсем уж не грамотно написанная. Я тут же позвонил главному редактору Скрипину и рассказал ему об этом. Он попросил написать наше возражение, и они обязательно его напечатают. Я переговорил с Асомна Фанаилом, и романах у нас жил на квартире, и попросил его написать, что он сделал, и сам же он отнес статью в редакцию. Русско-зарубежная церковь. Мы жаждем единства во Христе. Заголовок. В газете «Вечерний Барнаул» за 21 ноября 2003 года была напечатана подборка материала под названием «Православные всех стран объединяйтесь», составленная Виктором Зубенко и посвященная начавшемуся диалогу между Русской Православной Церковью за границей и Русской Православной Церковью Московской Патриархии. Автор показал свою полную некомпетентность в данном вопросе и грубо исказил факты, касающиеся и истории Православной Церкви в России, и сложного процесса диалога между двумя составляющими Русского Православия. В частности, даже о местной общине РПЦЗ он заметил, что она, в скобках, к сожалению, принадлежит другой половине РПЦЗ, которая не желает сближения с РПЦ. А между тем, Барнаульская, Крестово-Зижинская община относится как раз к той части зарубежной церкви, которая под руководством митрополита Лавра начала диалог с Московской Патриархией. Но это детали. В чем главная причина разделения РПЦ, МП и РПЦЗ в прошлом и сегодня? Во-первых, не все считатели знают, что такое РПЦЗ. Это церковь русской после революционной многомиллионной эмиграции до семи миллионов. Но разделение между этими частями нашей церкви началось не сразу после гражданской войны, как пишет господин Зубенко-то. И более того, зарубежная церковь никогда не вступала в жесткую конфронтацию с осколками церкви на родине. Ситуация в России была следующая. Большевистский террор по отношению к церкви был таков, что почти все епископы, большая часть священников, те, которые не были расстреляны, находились в ссылках и тюрьмах. Церковное управление было совершенно расстроено. Церкви пришлось уходить в подполье, в катакомбы. Советская власть отказывалась даже просто регистрировать православную церковь, как религиозную организацию. Тогда заместитель местоблюстителя патриаршего престола митрополит Сергий Строгородский выпущенный из тюрьмы отнюдь не местоблюститель, как пишет господин Зубенко. Настоящий местоблюститель находился в ссылке на севере. А я добавлю, что не один их было, а три. Патриарх поставил. Принимают в 1927 году известную декларацию о лоялности советской власти. Лояльности. Речь в этой декларации шла отнюдь не о лояльности. О своей лояльности советской власти от имени православной церкви заявил еще патриарх Тихон. В декларации же Родина и советское государство практически отождествлялись. Защита Родины, патриотизм и защита советской власти рассматривались как одно и то же. Более того, метроболит Сергий от имени церкви благодарил правительство за заботы о нуждах верующих. Говорил, что в Советском Союзе нет страдающих за веру, а репрессии происходят по политическим мотивам. У меня вот судили, точно так же было. «Слава Иисусу Христу!» Татьяна проверяет меня, как я жив-здоров. То есть впервые за две тысячи лет случилось так, что церковь Христова отреклась от своих мучеников, не прославила их, но еще и объявила их гражданскими преступниками. Можем ли мы осудить человека, прошедшего советскую тюрьму, вероятно желавшего помочь церкви за открытую ложь, за предательство новомучеников российских. Бог ему судья, этому Сергию. Но сам принцип спасительности лжи и предательства был осужден тогда же осколками русской церкви. Более 60 русских епископов в России, многие из которых находились в советских лагерях и ссылках, не приняли декларации митрополита Сергия. Митрополит Сергий пошел еще дальше, и от российских и от зарубежных епископов стал требовать подписки в лояльности советской власти. Естественно, что православные, ушедшие с белой армией за границу, с негодованием отвергли предложение быть лояльными власти, надругавшейся над их родиной. Осудили декларацию как неслыханный и неестественный союз между безбожной властью и Святой Православной Церковью. И РПЦЗ оставалось в очень теплых отношениях с православными на родине, большинство из которых не приняли эту декларацию. Но даже эта предательская декларация не спасла церковь. В первую очередь, родная советская власть уничтожила, конечно, тех, кто не принял декларации, а затем и принявших. А после обновленцев и баптистов, иудеев, и мусульман, и старых большевиков, и так далее. В итоге, к 1938 году почти все храмы были закрыты. На свободе оставался только митрополит Сергий с несколькими епископами, продолжавшие спасать в кавычках церковь, с заявлениями, что в СССР гонений на веру нет. Итак, церковь, к началу войны, была разгромленной, непокорной, и лояльной, гнили в лагерях. В начале войны митрополит Сергий проявляет себя как горячий русский и советский патриот. И в 1943 году Сталин и Берия принимают трех митрополитов Сергия Соргородского, Алексея Симанского и Николая Ярушевича. Разрешают создать московскую патриархию и единогласно избрать патриархи митрополита Сергия вопреки каноническим правилам Седьмой Вселенский собор, третье правило, что если власть участвовала, то избрание недействительное. Естественно, что такое избрание иерархии и РПЦЗ было признано незаконным. С этого времени церковная организация, возродившаяся под названием Московской патриархии, живет в таблицательном оком компетентных органов. Все назначения епископов и священников строго контролируются. В итоге в пробирках КГБ выводится новый тип советского священника, без инициативного, равнодушного, не склонного к проповеди, забывшего о канонах книга правил не издавалась более 70 лет. Очевидцы рассказывают, выходит такой священник после литургии на ООН в Омской епархии и объявляет, а сегодня будет отслужен благодарственный молебен в честь годовщины Великой Октябрьской революции. Это и в Новосибирске было также, в Новосибирске. Вдобавок ко всему, в начале 1960-х годов Московская патриархия вступает в экуменическое движение Всемирный Совет Церкви. Конечно, если бы епископы Московской патриархии в этом Совете ограничивались только смелым в кавычках обличением американского империализма, их можно было бы понять. Заставили. Но они идут дальше, участвуют в совместных молениях и богослужениях не только с инославными, но и с нехристианами, что в принципе противоречит православному верующению и канонам, и к чему их никто не принуждал. Здесь появляется еще один камень преткновения для объединения с РПЦЗ. Итак, к сегодняшнему времени остались два серьезных препятствия для объединения. участие МП в экуменическом движении и нежелание отказаться от печального принципа декларации митрополита Сергия допустимости лжи во спасении церкви. Последний момент очень серьезный. По канонам Седьмого Вселенского Собора третье правило, конечно, высшее руководство Московской Патриархии должно уйти в отставку по причине своей агентурной причастности к известным органам. На сегодня известны клички Патриарх Алексея Второго, митрополита Кирилла Михайлов, митрополита Петерима Абаткарса, митрополиту Виналия, митрополита Филарета, митрополита Мефодия и других. Но даже если мы не будем так строги к падшим, чтобы принуждать их покинуть теплые места, мы должны потребовать хотя бы одного, чтобы они хоть на словах осудили прошлые лож и неправду, если не свои, то своих предшественников. Библия говорит, лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит, ложь погибнет. Притча Соломона 19, 9. Всех лжецов участь в озере горящим огнем и серый. Это смерть вторая. Откровение 21, 8. О какой консолидации общества, о каком возрождении России может идти речь, если православная церковь, совесть России тяжело больна? Мне лично не раз приходилось столкнуться с беззастенчиво лгущими епископами и священниками. Даже на суде они способны менять показания. Сегодня говорить одно, а завтра другое. Это говорит о том, что необходимы самые серьезные изменения в душах православных людей. Я уж не говорю о неверующих гражданах нашей страны. Если патриарх сегодня поддерживает советскую власть, завтра дружит с Ельциным, послезавтра с Путиным, если вчера он осуждает западный империализм, а сегодня приветствует миротворческие процессы в Европе и так далее, то о какой совести можно говорить? Можно только пожалеться, что не способна церковь ныне родить таких людей, как митрополит Филипп Колычев, обличавший Яна Грозного, или святитель Арсения, обличавший Екатерину Вторую. Можно понять падшего, нашего дорогого президента Путина, заботивающегося о единстве российского народа. Он говорит, он, говорят, даже прищищается в алтаре храма Христа Спасителя, но это не мешает ему возжигать ритуальный семисвечник в еврейской синагоге, за что немедленно должен быть тем же патриархом отлучен от церкви. Вероятно, президент сделает еще немало для просветания России, но какое отношение он имеет к православной церкви? Ну вот тут вопрос-то. В конце концов, оставим в покое историю. Давайте посмотрим на сегодняшний день. Куда нам идти? Замечательно было бы объединиться и вместе строить православную Россию, но дело ведь не в том только, чтобы примирить высокопоставленных церковных руководителей из Москвы и из Нью-Йорка. Перед нашей церковью сейчас стоит более серьезная проблема. Либо мы традиционно одобряем любую инициативу государственной власти, исходящую от православного царя Лея, Ленина, Сталина, Брежнева, Горбачева, Ельцина, Путина, как делала эта церковь последние полторы тысячи лет. Тогда стоит объединиться, чтобы одобряем было более дружным и мы дружной всей страной будем шагать в том направлении, в котором нас поведет очередной великий кормщик. Причем и направление, в котором мы должны маршировать стройными, очень ясно. Теперь вырисовывается мировая глобализация и включение России в мировую экономику и в качестве сырьевого предактора. Либо мы все-таки сумеем увидеть реальные проблемы, стоящие перед православной церковью, духовная безграмотность, прихожан и равнодушное самодурство, духовенство. Понимаете как? Написал он это, а мы спросим, а так ли это, соответствует ли это? Соответствует, я еще раз скажу, да, соответствует. Равнодушное самодурство, духовенство. В этом случае, если мы окажемся способным увидеть это, то давайте заявим на весь свет, что нужно любить Христа, жить по Евангелию и никогда не лгать, даже если это грозит смертью. Этим мы заложим самое прочное основание для духовного возрождения России во Христе. Сегодня в Православной Церкви Московской Патриархии ежедневно нарушается более половины существующих православных канонов правил 719, а здесь 413 ежедневно нарушается 57%. Ложь и приспособленчество стали нормой для православных. На этой основе мы должны объединяться, или все-таки на основе Евангелия. Святитель Григорий Богослов говорит, что лучше брань, нежели мир, уводящий от Бога. Поэтому от имени прихода в зарубежную церковь на Алтае можем сказать иерархии Московской Патриархии мы жаждем единства наших церквей во Христе. Но сделайте хоть небольшие реальные шаги для достижения этого единства. Я точно так же думал, и теперь вижу, она беспокаянная Патриархия, а беспокаянная гибнет, как и партия. Первое. Заявите на весь мир, что для вас, епископов, православные каноны незыблемы и обязательны для исполнения, как для президента Конституции страны. Второе. Выйдите из Всемирного Совета Церкви и этого претеща Всемирной Единой Церкви Антихриста. Третье. В принципе, осудите ложь и предательство во благо Церкви. Скажите, что всякий христианин обязан не повиноваться власти, если власть требует поступать против совести Евангелия, и тогда не будет никаких препятствий для нашего братского общения. Ермарах Напонавил Судников РПСЗ Барнаул. Напечатано в вечернем Барнауле в сокращенном виде 28 ноября 2003 года страница 20-я Жажем Единства во Христе. Написал стихотворение Так хочется не затхлого глоток Пошири дверь открыть остав с просонья Но полщища москитов течет на самотек Ушлушись заморощенную вонью Одно из двух Глотай в пустыне воздух Не находя на горизонте пальм Или согласись пока еще не поздно Войди к арабам где и снимут скальп Заела мошкара сектантских книжек Высасывая жизненные силы Заморенные Мед со травой лижут Нам праутсы свое не накопили Где пастыри Их сетка от москитов Они забились вглубь монастырей По темь Вину в укор волкам во вещей шкуре Упертой во внешне Языческий тотем Беспомощная в подступившей буре Миссионеров нет и не забрежит свет Неутоленной жаждой Воспользуется недруг Феофилакт болгарский Неси новый завет Пока попы кадилам дымным вертят Так хочется чистейшего глотка От православия божественных словес Без научения души души с молотка транширит еретический балбес Все на этом